Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, GTA Sump сегмент существует еще с незапамятных времен, и с того времени изменилось достаточно многое. Допустим, ну и сегодня я расскажу вам три вещи, которые меня больше всего бесят в нынешнем GTA Sump YouTube. И вы знаете, вы меня можете, наверное, сейчас спросить, задать вполне-таки логичный, лаконичный и какой-то вот прочий вопрос. Мол, слушай, а почему вот этих вот три вещи, которые меня бесят в GTA Sump YouTube, их всего три? Ведь я постоянно чем-то недоволен, я постоянно там говорю о каких-то недостатках других GTA Sump YouTube, всего три вещи, ну как-то мелочно что ли. А я вам скажу так, что даже вот эти вот три вещи растянутся на достаточно продолжительный видеоролик. А если бы их там было, ну допустим, 5, 7, 10, 11, 15, то ролик мог бы затянуться там на полчаса, на 40 минут, на 50, на час там, знаете ли. А второй Sump обзор, я думаю, никому из нас не нужен, потому что вы даже первый Sump обзор многие из вас до конца не досмотрели. Поэтому если вы еще не смотрели Sump обзор или не досмотрели его, то к просмотру данного видеоролика вы приступить не можете. Поэтому, ну вот, как-то вот так вот. То есть плата за просмотр данного видеоролика, это посмотреть Sump обзор на Ярослава Брулева. Sump обзор получился охуенный, он заслужил абсолютно все оценки критиков. То есть даже если вы посмотрите там где-нибудь на IMDb, вот да, на где-то, на метакритике, то есть если вы даже сейчас ведете, то есть топ 250 мировых фильмов, то есть там на первом месте будет Побег из Шелушенко, на втором месте будет Крестный отец, а на третьем месте будет Sump обзор 2 Ярослава Брулева, там вот главный гей или как-то так он там называется. В общем-то, не важно. Давайте уже приступим как раз таки к тем трем вещам в GTA Sump сегменте Ютуба, которые лично меня бесят, вымораживают и так далее. Также хотел бы вам сказать, что вы можете в комментарии под данным видеороликом написать то, какие вещи в GTA Sump сегменте бесят именно вас. И комментарий, конечно же, не попадет в следующий видеоролик, потому что я, конечно, гей то, что я снимаю вот GTA Sump сегмент, тем более вот какие-то разговорные видеоролики, но понимаете ли, я не настолько пидорас, чтобы вы, ну, примерно понимали. Я там не нигер, я не пидорас, я в сарае не горю и ничего подобного, в общем-то, не делаю. Поэтому, в общем-то, ладно, я думаю, что мы можем уже приступить ко всему этому. И самый первый пункт, это две рекламы в одном видеоролике. Вы знаете, в году это к 2011, 2012, да, в общем-то, в любом году до, по-моему, 2016 или до 2017 года, самперы, вот, то есть, Sump ютуберы, они могли только мечтать о том, чтобы им кто-то платил за видеоролик, за игру на каком-то сервере. То есть, это была реально какая-то мечта. Все поголовно, абсолютно такие, все там, Балта Холкс, Тарка Кровопивец, Андрюха Киевский, там, еще какие-нибудь олдовые GTA Sump ютуберы, они все поголовно снимали за бесплатно. Сейчас никто из них за бесплатно даже жопу с дивана не поднимет, потому что кому нахуй этот Sump нужен за бесплатно? Абсолютно точно никому, потому что любой труд должен оплачиваться, а Sump это, чтобы вы понимали, неимоверный труд. Но с этим-то ладно, я более чем нормально отношусь к рекламным видеороликам на каком-то сервере, даже если сервер говно. То есть, я отношусь нормально к рекламе абсолютно любого сервера, только если это не Evolve Roleplay. Evolve Roleplay это полная хуйня, это сервер жуликов и воров, это полная хуйня, это полная, блядь, демагоги. И все, кто снимают на Evolve Roleplay, продали свою мамку Максиму Кудрявцу. Это абсолютно объективно, это абсолютно точно, и никаким возражениям оно, чтобы вы понимали, не подлежит. Так вот, две рекламы в одном видеоролике. Вы знаете, ушлые Sump ютуберы не так давно начали использовать такую тему, что они снимают ролик, то есть реально платный ролик на каком-то сервере, и вставляют еще и рекламу в начало данного видеоролика. Пиздец, я когда это первый раз увидел, я охуел. Если я не ошибаюсь, то такую хуйню запустил Тофик Дипсайз, потому что он самый главный коммерс GTA Sump ютуба. Это, наверное, тот человек, который зарабатывает даже больше, чем какой-нибудь там Делорензи, потому что выход его видеороликов, затраты на производство и все такое, явно говорят о том, что ролики его по себестоимости обходятся, ну, в 0 рублей. Просто вот в 0 рублей максимум это заплатить там за интернет, допустим, какую-нибудь 1000 рублей или даже 2000 рублей. Я не знаю, какой интернет там может быть, даже в Москве вроде интернет стоит что-то около 1500 за какие-нибудь баснословные там, я не знаю, 500 мегабит в секунду. Однако, ладно, однако, ну, ладно, ладно, чего уж тут можно сказать, две рекламы в одном видеоролике. Однако, однако, я на эту тему начал фантазировать немножко дальше и представлять, что же может быть в дальше. У меня вывелась вот такая вот картина. Допустим, смотрите, вот возьмем, например, мой канал, вот это вот, знаете ли, основной, вернее, канал моего брата-близнеца-кузена-двоеродного-двойника-подлеца. То есть, я вот так вот представил, что в скором будущем он сможет сделать вот так вот. Начальная заставка у него будет, то есть, ролик сделан при поддержке Arizona Roleplay, то есть, это уже платная вставка. Потом у него будет, как бы, геймплей, отснятый на сервере Redmi Roleplay, как бы тоже за деньги. А все это время он будет рассказывать про системы СамПРП, которые будут тоже, как бы, оплачены вот этим самым СамПРП. Потому что, если рекламодатели GTA СамП серверов схавали то, что, блядь, вставляют рекламу в рекламный ролик, то, мне кажется, и это вполне возможно так же схавают. Ну, а чё, я был бы не против, то есть, денег можно заработать много, при этом не рекламля, какие-то вот эти вот, не рекламируя, наверное, будет правильно сказать, какие-то вот эти вот, знаете ли, группы с модами, или там с каким-то еще прочим ширпотребом. Однако, ладно, это был первый пункт, две рекламы в одном видеоролике. Вторая ненавистная мной хуйня в GTA СамП сегменте, это, чтобы вы думали, музыкальные клипы GTA СамП ютуберов. Вы знаете, вот, на... я уже, блядь, зачистил с этим, вы знаете, вы знаете, вы знаете, это как, знаете, это как... Не позорься у Ярослава Брюлёва, это как, тебе чё, вообще делать нехуй, Ярослава Брюлёва, это как, а я всегда знал у Ярослава Брюлёва, то есть, у меня это будет, типа... Вы знаете, вы вот-вот так вот знаете, а вы знаете, а вы вот так вот знаете, а вы знаете, что Брюлёв, допустим, не позорится, а вы знаете? В общем, ладно, я что-то немного вообще реально бесу погнал, я за это извиняюсь, реально я какую-то хуйни наговорил, чепухи погнал, если здоровьем нужно будет ответить, спросите адресу Луняши, там номер телефона, она вам все скажет, реально приедете, мы с вами попиздимся, либо вы меня попиздите, либо я вас попизжу, либо мы вместе попиздимся, там как-то файт, вот этот тимфайт будет, в общем, спрашивайте адресу Луняши, приезжайте, реально будем пиздиться по жизни. Так вот, вторая ненавидимая мной вещь в GTA сам сегменте ютуба, это музыкальные клипы с амперов, и сейчас вы можете мне не приводить какие-то примеры, потому что все, что вы приведете, это полнейшее говно, то есть Долорензи в начале своей карьеры делал какие-то смешные пародии, такие, знаете ли, прикольные, более-менее на клипы каких-то популярных исполнителей, но если речь заходит о каких-то вот именно треках и клипах с амперов, то тут вы не сможете найти ни одного нормального примера. Абсолютно точно все, что делают самперы, это полнейшее говно. Они сами по себе бездарны, они не пригодились в каких-то других сферах общественной жизни, или даже в других сферах ютуба, и поэтому они снимают GTA сам, и более они ничего не умеют. Поэтому их музыкальные потуги в какой-то музыке оканчиваются только каким-то пердежом, вот как недавно было, знаете ли, у Долорензи с его вот этим вот всем альбомом, вот этим, знаете, скандальным вот этим вот всем говном, который там набрал уже около скольки, там, 35, там, 40, сколько, я не смотрел сейчас, на сколько он там набрал, но сколько-то вот он там, наверное, набрал вот эти вот, знаете ли, 11 треков, 11 кругов ада и так далее. Поэтому, что я могу сказать по поводу второго пункта, по поводу музыкальных клипов самперов, вы либо вкладываетесь абсолютно точно в производство этих самых клипов, и клипов, клипах, блять, что за хуйню я несу, и делаете нормально, чтобы реально я смотрел и такой, ебать, не, ну Долорензи сделал реально классно, то есть у него даже вот, недавно у Долорензи, у топа GTA самп ютуба вышел клип, казалось бы, который даже снимали и монтировали Лизунова, который делают классно, А тут вот такая вот хуйня, странно, почему Лизунова, ведь, так как бы, Долорензи живет в Санкт-Петербурге, можно было бы там Максимакса нанять, который бы на аноморфный объектив, на аноморфный вот эту вот камеру бы снял, было бы все классно, а там так они что-то Лизунова везли с собой, зачем, нахуя мне вот это вот лично, непонятно, однако ладно, однако ладно, нахуй тут вот это вот разглагольство делать, все такое, ведь ролик и так получается не маленьким, А я уже наговорил на большое количество разнообразных минут, отнимая ваши временные отрезки жизни и всего-всего прочего, так вот, давайте перейдем уже к третьему моменту, и третья вещь, которая меня больше всего бесит в GTA самп ютубе, то есть она даже перекрывает две прошлые вещи по типу двух реклам в одном видеоролике, по типу музыкальных клипов самперов, то есть вы наверное уже можете догадаться, что это такое, возможно и нет, обзоры самперов на сервера, казалось бы, такая щепетильная вещь, как обзоры, к которым нужно подходить с максимальным трепетом, делать их как-то охуительно, делать их как-то классно, как делал тот же Данил Геррера, высказывая свою авторскую токсичную позицию, которая может не совпадать с мнением зрителей, создателей проекта, это было просто, блять, охуительно, это было охуенно, Данил Геррера делал просто классные обзоры на серверы, которые было не стыдно смотреть тогда, и достаточно стыдно смотреть их сейчас, Когда он достаточно сильно изменился со времен вот тех вот своих обзоров и всего прочего Однако ладно, однако ладно, у Данила Герреры даже рекламные обзоры на сервера получаются более-менее нормальными Чего нельзя сказать про других самперов, которые делают обзоры на сервера Все начинается по одному и тому же шаблону Регистрация, выброски нов, нахваливание или там наоборот Говорят, что типа, пиздец, как так, все одно и то же и вот такое Хотя на самом деле можно было изменить саму концепцию того, как работают обзоры на сервера Начать, допустим, откуда-нибудь с конца и закончить вот прям-таки, знаете ли, началом Делать что-то подобное, добавить какой-то свой авторский монтаж Но кому это надо? Ведь это же рекламный обзор на сервер А если это рекламный обзор на сервер, то особо сильно можно и не стараться Потому что, ну, рекламодатели деньги-то уже заплатили, как бы Осталось только какую-то хуйню зафрапсить, озвучить поверх и можно, в принципе, выкладывать И вот мне, как человеку, который в будущем планирует делать часовые обзоры на сервера С разбором всего этого, достаточно стыдно на все это смотреть Потому что, ну, это полнейший пиздец Я понимаю, как должен строиться обзор на сервер Я понимаю, что там примерно должно быть Но то, что вот происходит сейчас в GTA-самп-сегменте В обзорах на сервера Обзоры на сервера, они так или иначе умерли Их уже никто не смотрит Их уже, ими уже никого не удивить И, в общем-то, обзоры на сервера умерли Однако, люди за деньги, вот эти вот, знаете ли, GTA-самп-ютуберы Делают рекламные обзоры на сервера Причем делают их достаточно посредственно, достаточно хуёво И, как я говорил в первом пункте, вставляют туда еще одну рекламу В общем-то, ладно Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Так сказать, пишите, что вам не нравится в GTA-самп-сегменте Там несколько пунктов можете Можете один пункт неплохо расписать и все это рассказать А можете вообще нихуя не делать Просто поставить лайк или дизлайк И выйти с данного видеоролика Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока, идите, блин, никуда Да-да-да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok